Абдул-Хаким Юсуф, находящийся в депортационном центре Дохи, будет отправлен в США. Корреспондент Евроньюс Мустафа Бак сообщил, что ульгурские активисты проявили максимальные старания для недопущения высылки Абдул-Хакима в Китай. По последним данным, благодаря ульгурским общественным организациям, ведущим деятельность в Америке, Абдул-Хаким Юсуф будет отправлен в США. 31 июля китайские власти заявили, что большинство мусульман, содержащихся в так называемых образовательных центрах, вернулись в свои дома. Однако, радио «Свободная Азия» провело независимое расследование в Аксу, Хотани и Кумули и доказало, что за исключением небольшого количества пожилых и неизлечимо больных, освобожденных служащими правоохранительных органов, из лагерей не был выпущен ни один заключенный. Во время митингов против законопроекта об экстрадиции в Китай, группа демонстрантов сорвала китайский флаг в историческом порте Виктории. По сообщениям South China Morning Post, флаг Китайской Народной Республики опустили четыре демонстранта, одетые в черные костюмы. После того, как Дональд Трамп заявил, что в отношении Венесуэлы может быть введен карантин, Николас Мадуро приказал постоянному представителю Венесуэлы в ООН обратиться по данному вопросу к Совету Безопасности. «Если вы планируете ввести карантин, то будьте готовы к последствиям», – сказал Мадуро. Ранее, 23 января, оппозиционный лидер Национального совета Хуан Гуайда объявил себя временным президентом и заручился поддержкой США, западных стран и Латинской Америки. В свою очередь, Турция, Россия, Китай и другие государства поддержали законного президента Венесуэлы. Москва не признала статус самопровозглашенного Хуана Гуайда. Министр обороны США Марк Экспер заявил, что США планируют разместить в Тихоокеанском регионе ракеты средней дальности. Об этом Экспер сообщил журналистам во время полета в Австралию. По словам министра обороны, установка ракетных комплексов должна быть осуществлена в кратчайшие сроки.